Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Вологодской. Столица – Великий Новгород, один из самых древних городов России. Население области – около 650 тысяч человек. Климат умеренно континентальный, близкий к морскому. Поверхность русской равнины в пределах Новгородской области имеет пологоволнистый характер. Здесь встречаются многочисленные озера с живописными берегами, изрезанные мысами и заливами, такие как Селегер, Валдайское озеро и многие другие. Часто встречаются длинные узкие озера, расположенные в древних доледниковых ложбинах. Крупнейшее озеро на территории области – Ильмень. В древности его называли Словенским морем. Новгородская область выгодно расположена между двумя российскими столицами – в 100 километрах от Санкт-Петербурга и в 400 километрах от Москвы. Через ее территорию пролегают основные железнодорожные и автотранспортные магистрали, соединяющие Москву с городом на Неве, странами Балтии и Скандинавии. С точки зрения логистики это позволяет обеспечить самые удобные способы транспортировки грузов. Общая протяженность автомобильных дорог в Нижегородской области без малого 15 тысяч километров, из них почти 9 тысяч километров – региональных дорог. В ближайшем будущем планируется строительство скоростной авто и железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, а также трассы Порт-Усть-Луга – Великий Новгород. Строительство магистралей придаст области статус транзитного узла, что позволит не только привлечь значительные объемы капиталовложений в регион, но и развивать производственную и социальную инфраструктуру. Основное богатство Новгородской области – лес. Он занимает более половины земель. Регион располагает значительными минерально-сырьевыми ресурсами. Известны месторождения бурого угля, горючих сланцев, бокситов, огнеупорных глин, стекольных песков, известняков, легкоплавких глин торфа. Здесь есть также источники минеральных вод, обладающих лечебными свойствами, радоновые источники, лечебные грязи. С XIX века широко известен местный курорт Старая Русса. Тысячи туристов из различных городов и стран посещают Новгородский край, восхищаются уникальностью и неповторимостью памятника в истории и культуры. Великий Новгород – один из самых древних и знаменитых русских городов. Первое упоминание о нем в летописи относится к 859 году и связано с именем легендарного князя Рюрика. Через Новгород пролегал знаменитый путь из Варяг в Греки. Наиболее древние и ценные памятники края включены в список всемирного наследия. Это архитектурные ансамбли Антониева монастыря, Новгородского Кремля, Юрьева монастыря. Всего 37 ансамблей и памятников, многие из которых сохранились еще с домонгольской поры. В эфире программа «Домой в Россию». В Новгородской области готовится новая редакция региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Главная ее цель – сделать Новгородскую область более открытой для сограждан, желающих приехать сюда на жительство. В измененном документе, в частности, будет существенно расширен перечень районов, готовых принять переселенцев, и увеличено количество рабочих мест для них. Стоит отметить, что больше всего специалистов из-за рубежа ждут в сельском хозяйстве региона. Репортаж в тему Программа Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, начала действовать с сентября 2010 года. А буквально на днях 25 мая в региональном отделении ФМС состоялась церемония вручения сотого свидетельства участника программы. Его обладательницей стала Екатерина Юрьевна Приалкина, работница угловского известкового комбината, которая приехала из Украины. Согласование и рассмотрение, а также оформление ее документов прошло в короткие сроки, благодаря успешному взаимодействию всех ведомств, которые в этом участвуют, рассказал нам заместитель председателя комитета труда и занятости населения Новгородской области Владимир Харламов. Мы попросили Владимира Станиславовича познакомить нас с особенностями региональной программы, с тем, какие возможности она открывает для соотечественников. Можно сказать, что у нас еще программа имеет второе название – село Новгородщина. Исходя из этого, делаем вывод, что в основном требуются люди именно направления сельского хозяйства. Но также все равно требуются и другие специалисты, это как учителя, медицинские работники, работники общепита и так далее. То есть и такие вот есть потребности в кадрах. Соотечественники из каких стран проявляют интерес к новгородской земле? Страны, из которых поступили заявки – это вот у нас Армения, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Украина. Но в основном мы ведем работу с теми людьми, которые имеют разрешение на временное проживание на территории России. Это вот с прошлого года изменение в саму программу было внесено. И те люди, которые проживали на территории Российской Федерации, они могут воспользоваться этой программой. Вот они сейчас активно подают заявки на участие в данной программе. Соответствует ли профессиональный уровень переселенцев требованиям региона? В основном, да. Единственная есть проблема – это то, что те, кто претендует на переезд в Новгородскую область, не могут подтвердить свои профессиональные знания. То есть не могут подтвердить это документом, то ли дипломом, то ли протестатом о среднем, допустим, образовании. Вот это, так скажем, небольшая проблема. А в другом вопросе, что те люди, которые приезжают к нам, да, они соответствуют тем образованию, которое требуется. Как решается у вас жилищный вопрос? Есть ли пункты временного размещения для переселенцев? По жилищному вопросу здесь ситуация следующая. Временного поселения у нас не предусмотрено. Нет такой возможности, чтобы временно поселять. По территориям вселения, если люди имеют высшее образование, они имеют высокий профессиональный опыт и так далее, то работодатель в большинстве своем предлагает им жилье. Жилье различное. И благоустроенное, и частичное благоустройство. Ну, это печное отопление, допустим, колодец и удобство, скажем, во дворе. Также еще имеется возможность строительства жилого дома, приобретения вторичного жилья, которое есть на рынке, и получения ипотеки. Вот такие вот у нас условия. Пользуются ли переселенцы этими возможностями? Да, у нас сейчас согласовано две семьи, которые едут именно вот по таким условиям, что им предоставляется жилье. Это, сразу скажу, что это врачи. У нас потребность врача практически во всех территориях вселения имеется. Поэтому, если кто-то имеет именно такую специализацию, как врач различных направлений, как терапевт и узких направлений, хирург, гинеколог и так далее, все они требуют, и им предоставляется жилье. В Батецкий муниципальный район, вот туда переезжает семья, там женщина, врач-терапевт. Также вот обговариваем вопрос в другой муниципальный район, тоже там семья муж и жена, они врачи, тоже вот планируют к нам переехать, изъявили такое желание. А сколько у вас всего территорий вселения, и какие там есть предприятия? На данный момент девять. В большинстве своем это предприятия сельского хозяйства. Вот, допустим, в Кресах у нас предприятие сельского хозяйства очень большое. Это Белгранкур. Это предприятия, занимающиеся производством птиц. У них вот на данный момент сейчас заявлено 100 вакансий. Там от обработчика птицы и выше. То есть все зависит от того, какие профессиональные навыки имеются у человека, который претендует на то, чтобы сюда переехать. По предприятиям особо крупных, они в основном находятся у нас на территории Великого Новгорода, Моргородского района. На территории области, территории вселения больших вот таких вот нет. Но для самого муниципального района предприятия, они, да, градообразующие. Есть ли какие-то крупные инвестиционные проекты, которые подразумевают создание новых рабочих мест и могут ли этими местами воспользоваться участники госпрограммы? Практически в каждом муниципальном районе имеются такие объекты, которые планируются к строительству и к сдаче в ближайшее время. Да, конечно, любые вновь создаваемые предприятия требуют рабочие руки. Поэтому те, кто планирует переезжать, они могут претендовать. Ну вот я уже назвал Белгранкорм, это Крестецкий район. Вот Полковский, тоже там же, Крестецкий район, это по производству и выращиванию поросят. Такие вот самые, на скидку такие большие предприятия, которые вот требуют большого количества людей, работников. Как обстоят в регионе дела с детскими садами, со школами? Предоставляются ли в них места для детей-переселенцев? А может быть у них возникают с устройством детей какие-то проблемы? Ну на данный момент вот те семьи, которые переехали, не испытывают никаких неудобств в плане обустройства детей в детских садах и в дошкольных учреждениях и в школьных. То есть этот вопрос решается, все это решаемо. Проводит ли область презентации своей программы в других государствах? И как можно узнать поподробнее о вашей региональной программе? Где получить информацию подробную о Новгородской области? Ну сейчас век электроники, опять вернемся к интернету, вся информация по территориям вселения, по вакансиям, по инвестиционным проектам, по предложениям, которые имеются, по социальной структуре, инфраструктуре. Все это вы можете найти на сайте нашего комитета. И там все подробно изложен. www.vnogzan.ru Также у нас есть в настоящее время Минрегион развития в рамках информационного составляющего, чтобы довести до людей, создал информационную базу АИСа, отечественники так называемую, в которой такая же информация, которая на нашем сайте, она размещается. Но там она более широкая, подробная, дает возможность посмотреть и телефоны также, и посмотреть, какие муниципальные районы участвуют, и дошкольные учреждения можно посмотреть, и там есть и руководители. По презентации еще хочу вернуться, что презентация нашей программы также осуществляется еще по скайпу. Мы общаемся с представительствами за рубежом, это с временными группами, и с конкурсами. Вот у нас две видеоконференции проведены с Казахстаном, с Украиной, с Пенсерополью. Вот с ними будем еще проводить. Также во временные группы и в конкурсы направлены информационные пакеты. Это памятка, в которой все изложено по программе и по требованиям. И видеофильм, который был снят специально для соотечественников, в котором указано, какие территории селения их ждут. Он и называется «Мы ждем тебя, соотечественник». И также там интервью тех работодателей, которые готовы принять соотечественников и говорят о том, какие требования они предъявляют, что хотели бы от них увидеть. Телефон горячей линии, это код 816-2, сам телефон 731-893. Все, кто позвонят, они получат исчерпывающую информацию о том, как действует программа, какие необходимые действия выполнили в том или ином случае. В эфире программа «Домой в Россию». Я напомню, что сегодня соотечественников ждут в девяти районах Новгородской области. Вот их краткие характеристики. Ботецкий район в западной части Новгородской области ждет переселенцев. Климат там умеренный, развито сельское хозяйство. Промышленность представлена малыми предприятиями. Боровический район находится на востоке, на Валдайской возвышенности. Административный центр города Боровича расположен в 180 километрах от Великого Новгорода. Промышленность города и района сформировалась на базе переработки местного сырья. В районе также работают 22 сельскохозяйственных организаций. Крестецкий район в центральной части Новгородской области богат озерами и реками. Коллективные и крестьянские фермерские хозяйства специализируются на производстве молока, мяса, овощей, картофеля. Акуловский муниципальный район находится в 150 километрах от города Великий Новгород. По территории его проходит железнодорожная магистраль Москва-Санкт-Петербург. В 50 километрах от райцентра проходит автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. В районе функционирует более трех сотен предприятий различных форм собственности. А в Пестовском муниципальном районе имеются месторождения торфа, песка, глины. Здесь работает сельскохозяйственный и два универсальных рынка. Солецкий район расположен на западе области. Через него проходит автомобильная дорога Великий Новгород-Порхов-Псков. На территории района имеются месторождения различных нерудных ископаемых. Здесь есть и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия. На территории Старорусского муниципального района зарегистрировано более 700 предприятий и организаций. Особой ценностью Старой Русы является бальнеологический курорт, один из старейших и популярных курортов северо-запада страны. Воды Старорусского курорта очень близки к водам Черного моря. Основными видами сельскохозяйственного производства в районе являются мясное и молочное животноводство, производство кормов, вылов и переработка рыбы. Чудовский муниципальный район расположен на севере Новгородской области. По нему проходит Октябрьская железная дорога. Историческое и экономическое развитие района предопределялось двумя важнейшими факторами – развитием промышленности и железнодорожного транспорта. В сфере сельскохозяйственного производства занято пять коллективных хозяйств. Шимский муниципальный район расположен в западной части Новгородской области. Основные виды деятельности – сельскохозяйственное производство, заготовка древесины, производство промышленной продукции на базе местных сырьевых ресурсов. В сельском хозяйстве преобладают растениеводство и животноводство. В эфире программа «Домой в Россию». Для всех, кого заинтересовали возможности Новгородской области, повторю номер телефона горячей линии. По вопросам реализации на территории этого региона программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Итак, номер 8 ГУДОК 8162 – это код города, и сам номер 731-893. 8-8162-731-893. Курирует вопрос заместитель председателя областного комитета труда и занятости Харламов Владимир Станиславович. Сегодня он отвечал на наши вопросы. А 31 мая с 10 до 12 часов по московскому времени видеоприем граждан проведет начальник УФМС России по Новгородской области Игорь Михайлович Григорьев. Запись обращений на видеоприем осуществляется по 29 мая только через официальный интернет-сайт УФМС России по Новгородской области. Адрес такой – novufms.ru. Там вы найдете ссылку, онлайн-сервисы, запись на онлайн-прием граждан. Там же вы найдете все необходимые подробности, узнаете, какие технические устройства для сеанса необходимы и каким образом вы будете общаться. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что всю информацию о регионах, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, вы можете найти на сайтах Минздравсоцразвития по адресу 3wais.gov.ru и FMS по адресу fms.gov.ru. Кроме этого, у каждого региона есть собственный специальный сайт с подробной информацией, где размещена региональная программа. Адреса можно найти на интернет-форуме «Интеграция соотечественников» по адресу 3w.mefis.ru в разделе «Куда поехать?». Там есть список всех регионов и территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые отвечают там за реализацию госпрограммы. Там же на сайте mefis.ru можно пообщаться с опытными переселенцами, которые могут дать ценные практические советы. Там же можно получить консультацию специалистов органов государственной власти. А после окончания нашей сегодняшней передачи начнет работу «Горячая телефонная линия». Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В течение двух часов после эфира вы сможете связаться с оператором, позвонив по бесплатным телефонам «Горячей линии». запишите номер 8 800 100 06 76. Повторю, 8 800 100 06 76. Обратите внимание, что для слушателей Украины номер несколько иной. 0 800 502 676 0 800 502 676. Соотечественники, проживающие в Германии, могут связаться с операторами по номеру А из Израиля нужно звонить по телефону 014 800 0100 06 76. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес домойсобакарувр.ру. Кстати, на сайте «Голосы России» www.ruvr.ru вы сможете прочитать все материалы, которые звучат в нашей программе «Домой в Россию». В следующей передаче, уважаемые слушатели, мы постараемся ответить на ваши вопросы, которые к нам уже поступили. Пишите и звоните нам. С вами была Татьяна Соловьева. До свидания. Домой в Россию Программа создана при поддержке Министерства регионального развития. Программа создана при поддержке Министерства регионального района лепректуры. Программа. Программа. Продолжение следует...